Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня вашему вниманию я хотел бы предложить интересную историю, которая приключилась в кулуарах межзонального турнира в Сусе в 1967 году. Напомню, что в том турнире принимала участие достаточно многочисленная группа советских гроссмейстеров, а также молодая звезда Запада, американец Роберт Джеймс Фишер. Как вспоминает Евгений Васюков, взаимоотношения советских участников и Роберта Фишера были приятельскими. Однажды на пляже мы развлекались тем, что показывали друг другу разные комбинации задачи и этюды. Подошел Фишер и тоже принял участие в конкурсе решения. Фишер легко находил комбинации, решал задачи и этюды. Все шло прекрасно, пока секундан Геллера, гроссмейстер Эдуард Уфельд, который изображен на этой иллюстрации рядом с Фишером, не предложил американцу найти выигрыш за белых в следующем положении. Вот позиция, которую предложил Эдуард Уфельд Фишеру для решения. Далее вспоминает сам Эдуард Уфельд. «Мне пришло в голову подшутить над Фишером, и я договорился с остальными, что предложу ему замысловую эту позицию, и пока он будет думать, все скажут, что позиция легкая, все, мол, давно уже нашли решение, а вот он, Бобби, никак не может. Подсказать ехидно спрашивали гроссмейстеры. «Ноу, ноу!» – кричал американец. «Я сам». Представьте себе, шахматный гений не может найти решение, которое видят все вокруг. Ужас был написан на лице Роберта. Ужас от сознания, что в этот момент рушится его репутация гениального шахматиста. Давайте и мы попробуем решить эту задачу. Напомню, задания белые начинают и выигрывают. Время пошло. Ну а теперь решение этой позиции. Первый ход белых очевиден. Ферзь Ф5, шах. Ответ черных строго единственный. Это же 6. Но вот второй ход белых уже достаточно сложен. Именно его нужно было найти. Ферзь Ф6. Очень интересное продолжение. В чем же здесь дело? Дело в том, что ферзь и два коня создают решающие угрозы королю черных. Грозит ход Ферзь Ж7. Например, если черные сделают какой-то инертный ход типа Ферзь Б6, то тогда следует Ферзь Ж7. Черные вынуждены бить именно ладьей, так как Ферзь защищен конем с Х5. И это тема блокировка поля. То есть, конь Ф6 и красивый мат двумя конями. Ну а если в этой позиции забрать коня на Х5, то следует другой, более привычный мат Ферзь Х6. Вот такая позиция. А что же Роберт Фишер? Когда через минуту решение было найдено, его лицо, только что выражавшее отчаянный ужас, осветилось вдруг улыбкой такого беспредельного счастья, что мне показалось, будто я вижу лицо Архимеда, воскликнувшего Эврика. Наверное, ни один актер в мире не смог бы предать это чередование ужаса и счастья на лице Фишера. Надеюсь, что данная история вам понравилась. Спасибо за внимание. До свидания.